В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. В 2018 году пройдет ряд масштабных мероприятий в рамках проекта ТОП-100. Подробнее об этом мы поговорим с гостями в нашей студии. У нас в гостях продюсеры проекта «Гордость, так краса Украины» Эльвира Гаврилова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в целом о проекте ТОП-100, потому что номинаций-то много, некоторые уже состоялись, другие впереди. Вот расскажите об этом подробнее. Проект ТОП-100 был создан командой журнала «Деньги плюс». Сейчас этот журнал уже тоже с ребрендингом, да, и новое название журнала «Финансов». Я думаю, позже мой коллега Богдан Михайлович расскажет об этом. Это наш совместный проект с Богданом Михайловичем, который является руководителем международной компании «Мелидиус». В него входят 6 номинаций по 6 направлениям ТОП-100. В первую очередь гордость, так краса Украины – женки, потому что мы считаем, что украинскими женщинами стоит гордиться. Они своеобразный бренд Украины на сегодняшний день. И мы решили собрать ТОП-100 самых успешных, красивых и знаменитых женщин Украины. Их объединяет одно – они все прославляют Украину за пределами. Следующий проект в рамках проекта ТОП-100 – это ТОП-100 будущей Украины дети. Как раз-таки 8 июня уже на этой неделе состоится гала-концерт презентации данного проекта. В него мы собрали 100 деток со всей Украины по номинациям «Спорт», «Вокал» и так далее. Более подробно об этом еще поговорим. Далее – это проект ТОП-100 мужчин. То есть гордость Украины также мужчины. Мы не забываем о наших мужчинах. Решили собрать самых успешных в один каталог. И, конечно же, я считаю, что Украина должна гордиться своей кухней. Потому что мы очень гостеприимная страна. Мы вкусно кормим. И мы решили собрать ТОП-100 ресторанов Украины, которым есть чем гордиться. Которые могут вкусно накормить как украинского гражданина, так и иностранного туриста. И последних два ТОПа – это ТОП-100 отелей Украины. Почему решили создать этот ТОП? Потому что когда мы выбираем страну для отдыха, как правило, это не Украина по себе знаю. Как правило, это Турция или еще что-то. Но на сегодняшний день сервис на территории Украины уже на высоком уровне. И стоит обратить на такие города, как Черновцы, даже Полтава, Западную Украину. Мы хотим показать многогранность нашей страны. Показать сервис Украины. И вот собираем ТОП-100 отелей. И последний шестой рейтинг – это экономика Украины. Она состоит, безусловно, из вложений компаний, которые подпитывают ВВП нашей страны. И мы хотим показать 100 историй успеха маленького и среднего бизнеса. То есть основой экономики Украины – компания. И такое будет название шестого рейтинга. Судя по номинациям, вы хотите сделать Украину привлекательной для инвесторов и туризма? Да, совершенно верно. Богдан, как вы приняли решение принять участие в таком проекте? Я с удовольствием согласился на предложение Эльвира Александровна участвовать в этом проекте. Дело в том, что весной этого года уже был запущен проект ТОП-50. Это был пост... Женщины. Кстати, а какие женщины вошли в список? Безусловно, красивые, известные. Можно полистать тот журнал, который вышел. Мы его опубликовали тиражом в 10 тысяч экземпляров. И нам многие говорили, что это много. Но вы знаете, буквально через неделю у нас уже не было кому раздавать. Все хотят знать, кто самый красивый жанр. Конечно, люди желали получать еще больше, но его не было. Поэтому, скорее всего, что каталог, который сейчас выйдет с детками, он будет большим тиражом, поскольку на это есть очень серьезный спрос. ТОП-50 прошел успешно, помпезно. Многим понравился. До сих пор о нем говорят. Причем нам казалось, что здесь знают, в Одессе. Однако нет. Сейчас запустился рейтинг по мужчинам. ТОП-гордость Украины. И сейчас люди присылают заявки. И говорят, что мы знаем, мы слышали про этот рейтинг. Это очень приятно. Рейтинг прошел успешно. Поэтому рейтинг, который гала-концерт, который будет уже в эту пятницу, то есть послезавтра, я не сомневаюсь, что он придет еще более феерично, потому что он будет более масштабным, более серьезным. И я с удовольствием согласился на участие в этом мероприятии. При том, что мы с журналом «Деньги плюс» работаем уже не один год. И последний год я, Эльвира Александровна, очень часто переубеждал в том, чтобы пора что-то обновить в этом журнале, сменить. И мы решили сменить название. Решили сменить название. И я почему перешел к названию? Потому что задачей цель была ребрендинга журнала «Деньги плюс». Вот последний номер сейчас у Эльвира Александровна в руках. Это последнее издание, а следующее уже выйдет с названием «Финансов». Почему «Финансов»? Потому что если мы собираемся выходить на внешний рынок, а мы собираемся это делать, уже в Польше мы запустили процесс регистрации журнала. Следующий у нас будет «Испания, Португалия» страны. То есть мы собираемся запустить наш журнал непосредственно там. Уже сделали ли это конкретные шаги. И для того, чтобы запустить этот успешный журнал в Польше, ну мы с названием «Деньги плюс» там точно нас никто ждать не будет. Значит, естественно, нужно сделать ребрендинги. Мы придумали такое название как «Финансов». Поскольку тематика журнала – это финансы. Финансов, понятно, на любом языке в любой стране. И в Украине, и в Польше, и в других странах. Рубрики мы практически не изменили. Немного добавили их в «Ногу со временем» теперь. Дело в том, что там добавятся статьи про IT-технологии, про современные технологии. И, несомненно, про финансы. А также лакшери, развлечения и то, что у нас сейчас есть в нашем журнале. Ему, я напомню, 17 лет на текущий момент. Многие удивляются, когда слышат эту цифру. Именно поэтому Эльвира Александровна так долго не хотела делать ребрендинг. Но, слава богу, согласилась. Так вот, топ-100 мы делаем, естественно. Он сейчас у нас запускается на нашей территории. Однако мы, несомненно, этот опыт, который здесь сейчас внедряем, будем потом развивать и за границей. Чтобы как раз за границей тоже знали о наших красивых женщинах. Мужчинах, детях. О наших талантливых детках, о наших умелых мужчинах. Давайте теперь более подробно поговорим о детях. Вот как проходил этот отбор? Люди узнавали, отправляли анкеты своих детей. Как вы собирали детей? Совершенно верно. Вот так, как вы сказали, мы сначала сделали анонс мероприятия данного рейтинга в информационном агентстве Униан буквально полгода назад где-то. И запустили рекламную кампанию. В основном это соцсети. Как раз-таки этим занималась компания Мелидиус, где граждане нашей страны могли оставлять заявки по анкете своих детей разместить в нашем рейтинге. Более тысячи заявок в первые дни начинали сыпаться. Мы получили, я не знаю, больше 10 тысяч заявок пришло. И очень тяжело было выбрать 100 тех самых-самых деток. Наверное, среди детей особенно сложно выбирать. Особенно сложно. Потому что это вот такие эмоции, особенно мне как женщине вообще тяжело выбрать какого-то, сравнить вообще ребенка. Они все талантливые, все красивые. Но мы миссию выбора положили на наш редакционный совет, в который вошли достаточно рейтинговые, успешные, знаменитые люди нашей страны по направлениям спорт, вокал, музыканты, оперные, певцы, художники всемирно известные, украинские. И вот они уже беспристрастно, да, потому что я как, там вижу какой-то ребеночек красивый, говорю, боже, какая зайка, как ангелочек, его в рейтинг. Но художник смотрит на работы, говорит, зайка, зайка, а работы недостаточно крутые, чтобы попадать в рейтинг. И вот как раз редакционный совет беспристрастно выбрал нашу сотню. А какие категории есть? Категорий на сегодняшний день всего 15. Я все перечислять не буду. Основные, конечно же, это спорт. Все наши дети занимаются активно спортом. И многие из них на Олимпийских играх, да, и являются чемпионами мира, да, вот украинские представители. Далее это танцы, вокал. Очень, кстати, много блогеров, знаете, да, вот Мисс Кетти, Мистер Макс, дети, которые уже миллионерами стали, сейчас живут в Лондоне. Вошли в топ. Одесситы, да, они тоже вошли в топ, да. Вот такие дети попали. Давайте подробнее поговорим о гала-концерте. Что ждет гостей? Наверное, стоит спросить хозяйку этого вечера, потому что в организме... Для вас тоже это будет сюрприз. Нет, я, конечно, знаю, я участвую, однако более красочно об этом расскажет Эльвира Александровна. Вкусно как-то неудобно, все время я говорю, говорю. У вас лучше получается. Спасибо, Богдан Михайлович. Что касается гала-концерта. Пройдет он в эту пятницу, 8 июня, в развлекательном комплексе Аркадия Плаза. Выбрали мы город Одесса для проведения мероприятия по просьбам как раз-таки родителей и звезд. Море, солнце, лето, пляж, хотят все ехать в Одессу. Что касается самого мероприятия, мы ожидаем таких звезд, как Дмитрия Калиденко, он как раз-таки будет ведущим нашего гала-концерта. Мы ожидаем хедлайнера мероприятия группы Open Kids. Мы ожидаем Марию Бурмаку, Монатика, Габриэлу Масангу, нашу пловчиху знаменитую Яну Клочкову, Тимофея Нагорного и множество других звезд и рейтинговых гостей. Будут министры, кстати. И красная дорожка, да. Это мое любимое, наверное, время провождения на мероприятии. Да, будет красная дорожка, она будет с 10-метровым проходным брендволом, она будет более 100 метров, это красная дорожка. У нас замечательные партнеры, которые помогли нам создать такую красоту. Дресс-код будет вечерний, прямо black time мы сделали, да, то есть женщины в помпезных платьях со шлейфами, мужчины в смокингах. То есть грандиозное такое событие для юга Украины. А детки выступать будут, будут какие-то номера представлять? Да, безусловно. Мы дали шанс детям выступить со звездами на одной сцене. У нас дети без звездных гостей не выступают. То есть мы проводили репетиции заблаговременно до мероприятия, и у нас будут совместные номера. То есть, допустим, поет группа Румберос, да, Мадор Лопес, и с ним там перформанс красивый с ангелочками, кстати, там будет. Детки, да, выступают из рейтинга. То есть все совместные такие номера. Очень много сюрпризов, несколько флэш-мобов от танцевального коллектива Todes будет, ну, очень много всего крутого. Ну, все секреты не раскрывайте. Ну, это уже есть в афишах, поэтому об этом можно говорить. Давайте тогда поговорим о предстоящих номинациях. Может быть, тогда о мужчинах расскажете. Потому что следующая номинация, насколько я знаю, это будет... Топ-100 мужчины, да. Ну, на самом деле, одна из спорных номинаций, потому как я, являясь представителем данного направления, могу сказать, что Эльвира Александровна говорила, ну, вряд ли мужчины будут как-то желать, значит, находиться, ну, как-то не очень скромно это и так далее. Однако, на самом деле, вы знаете, мужчины, в основном, чем отличается наш рейтинг от, скажем, всем известного рейтинга Forbes? Forbes классифицирует мужчин по уровню доходов, заработка. Мы же выделяем по определенным номинациям. Есть мужчины, которые прославили нашу страну в других направлениях и очень серьезно, более серьезно, чем некоторые, особенно, там, наши олигархи, допустим. И, безусловно, этих людей необходимо выделить, необходимо показать и обозначить, что вот на таких людях, в принципе, строится некий образ Украины, который мы знаем. Поэтому мы запустили совсем недавно, буквально несколько дней назад, уже неделя, скорее всего, прошла, да. Значит, объявили о том, что открыт, мы ждем, открыт, собственно, конкурс, мы ждем ваших заявок. Примемаем анкеты. Да, мы получили просто невероятное количество заявок, я удивился, я подумал, что это какие-то неполадки, значит, однако нет, действительно, было действительно очень много заявок, причем заявки такие интересные, что мы находили очень знакомые фамилии, нам очень знакомые фамилии. Людмила Александровна сама обзванивала этих людей, это известные люди. Уточняла, действительно ли вы отправляли? Да, на самом деле, я была удивлена, потому что, когда ты создаешь какой-то проект, тебе, когда он достигает какого-то успеха, не верится, неужели это вот мне оставляют эти люди заявки, ну, да. Да, и поскольку это только началось, а, скорее всего, гала-концерт и подведение итогов непосредственно по гордости топ-100 мужчины будет уже осенью, вот, то у нас еще достаточно времени, я так понимаю, что количество заявок по мужчинам, скорее всего, даже побьет рекорд детских заявок. Вот такими темпами, безусловно, такие будут. Гала-концерт еще не знаете, где будет проходить? Это тоже будет Одесса или уже в Ряске? Скорее всего, это уже будет Киев, я думаю, это будет Киев. А, кстати, женщин, где вы выбирали? Был здесь в Одессе, но это был тоже всеукраинский проект, то есть приезжали к нам гости со всей Украины, но следующий год мы планируем тоже провести, кстати, в Одессе, в оперном театре нашем. Спасибо вам большое за столько полезной и интересной информации, желаю вам успех в предстоящем гала-концерте. Я напоминаю, что у нас в гостях были продюсеры проекта «Гордость та краса Украины» Эльвира Гаврилова и Богдан Терзи. Меня зовут Валерия Володина, оставайтесь с репортером.